Дайджест недвижимости. Он отмечает, что качество ипотечного портфеля в России находится на высоком уровне. Доля займов с просрочкой составляет чуть выше 2% против 12% по неипотечным кредитам. Напомню, в прошлом году россияне оформили за год более миллиона займов на приобретение жилья. Объем выдачи ипотеки вырос на 40%. Дайджест недвижимости. Более 4 миллионов намерены выручить власти Кирова от продажи городской недвижимости. В феврале на торги выставлены 18 объектов, сообщает Айкиров.ру. Аукцион по всем помещениям пройдет 28 февраля. Департамент муниципальной собственности планирует продать учебный корпус технического училища на Лепсе, торговые площади, помещение мастерской по ремонту обуви и ряд других объектов. Общая стоимость имущества, запланированного к реализации на февраль, составляет около 4 миллионов 400 тысяч рублей. Подать заявки на участие можно до 19 февраля. Дайджест недвижимости. Школу в Чистых Прудах могут начать строить уже в этом году. Об этом в минувшую пятницу сообщила глава города Елена Ковалева. По ее словам, сейчас ведутся переговоры застройщиком, чтобы приступить к возведению учебного заведения быстрее сроков, обозначенных ранее. Замглавы администрации Кирова Роман Морозов, в свою очередь, уточнил, что оформление земельного участка будет завершено к февралю. После этого его передадут подрядчику. Планируется, что новая школа на улице Мостовицкой будет рассчитана на 1100 учеников. Строительство объекта займет порядка 15 месяцев. Дайджест недвижимости. Британские болельщики, шокированные ценами отелей в России во время Чемпионата мира по футболу, нашли способ сэкономить. Самый бюджетный вариант ночевки в Калининграде на 28 июня, в этот день пройдет матч сборных Англии и Бельгии, нашли журналисты Индепендент. За 63 фунта стерлингов, это 5000 рублей, журналист издания забронировал место в палаточном кемпинге в 12 километрах от стадиона. В описании отеля на сайте Букинг, как одно из преимуществ, указано расположение жилья на первом этаже. Британские журналисты, съездив на место, также отметили и другие объекты – туалеты из ДСП и полевую кухню, старый колодец с ржавой цепью и старинную пушку с водруженным на нее советским флагом. Судя по сайту Букинг, размещение в более цивилизованных условиях обойдется значительно дороже. Посуточная аренда однокомнатной квартиры в Калининграде 28 июня стартует от 1000 фунтов. Это 80 тысяч рублей за ночь. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.